Всем привет! С вами Алексей Левин из RuVision и сегодня мы вместе с вами погрузимся в настоящий съемочный процесс презентационного фильма о целом предприятии. Мы снимаем фильм для компании Hartung на базе Челябинского кузнечно-прессового завода. Это предприятие производит колесные диски и полуприцепы. На протяжении двух дней мы вам будем рассказывать обо всех этапах съемочного процесса, познакомиться со всеми специалистами, которые задействованы в этом проекте. Только сегодня на площадке у нас целых 9 профессионалов. Будет интересно, расскажем все как есть, покажем оборудование, на которое мы снимаем и поехали! Друзья, сейчас мы снимаем сцену 1.3. Вот у нас есть такая импровизированная раскадровка. Сегодня придерживаемся вот этого вот тайминга. Почему мы не снимаем в хронологическом порядке, который сделан ради того, чтобы максимально оптимизировать производственный процесс по времени. То есть, если вы понимаете, что есть смысл какую-то из сцен поставить раньше, какую-то позже, чтобы это было оправдано с точки зрения логистики, перемещения, транспортировки оборудования, то делайте это, конечно же, не раздумывая. Первую на сегодня сцену мы снимаем в музее Челябинского кузнечно-прессового завода. По сюжету вот доска с фотографиями историческими должна была находиться в цеху, где будет снято большинство сцен нашего фильма, но ее там нет, и мы приняли решение снимать это именно здесь. Аккуратно имитируя при этом и световую схему, тем самым, что как будто действие происходит в цеху. Друзья, давайте поговорим про оборудование, которое мы используем сегодня на этом проекте. Это камера Sony FS700 плюс связка с Odyssey Q7. Odyssey это рекордер, который пишет в 4К формате. Почему 4К? Потому что это в данном проекте является одним из ключевых тех заданий, которые нам необходимо было выполнить, потому что заказчик планирует использовать этот проект на выставках, мониторах с большой диагональю, и поэтому также хотелось, чтобы этот проект как можно дольше оставался морально актуальным. Технологии очень быстро развиваются, Full HD уже отходит на второй план, все больше студий снимает в 4К, все больше заказчиков делает на этом акцент, и поэтому делаем в 4К, и вот этот набор оборудования, он дает для этого отличные возможности. Нужно вникнуть действительно в то, что производится, как производится, где, какие факторы зависят от этого, и, конечно, важна очень гибкость всей команды здесь, потому что все меняется. Технический подход к этой съемке был обусловлен тем, что эта камера очень чувствительная, она начинает работать уже, причем неплохо работать, от 2000 часов, что нам в темных пространствах, неестественных затемнениях, очень на руку. И даже при слабом, тусклом цвете она дает те детали, которые для этого проекта, мне показалось, нам необходимо сделать. Сегодня на эту съемку мы взяли достаточно много разного осветительного оборудования, это как RDL, который сейчас на меня светит, это Red Devil, и несколько светильников 2-х киловаттных, чтобы тщательно залить это огромное помещение. Разные световые фильтры используем сегодня во время съемки, так как хотим добиться эффекта синевой картинки, то есть освещение должно быть сегодня такое достаточно интересное, кулуарное в каких-то моментах. То есть на очень крупных планах выставили такую картинку, которая подчеркивает всякие детали, блески на тех объектах, которые мы сегодня снимаем. При съемке в помещениях очень важно учитывать наличие металла, потому что они могут создавать какие-то помехи, которые могут привести к тому, что упадет коптер, и мы не сможем как минимум завершить съемку. Ну и второе, мы разорвем оборудование. Вы познакомились с командой RUVision, теми специалистами, которые создают эти проекты, узнали гораздо больше о специфике корпоративных, презентационных, производственных фильмов. И надеюсь, что вам было интересно, полезно. С вами был Алексей Левин, команда студии RUVision. Учитесь улучшим. До встречи на мастер-классах. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...